Привет, зрители Универньюс. О событиях и жизни студенчества расскажу тебе я, Анна Глазунова. Наша команда подготовила для тебя все самое интересное. Итак, смотри сегодня. Что связывает КФУ и благотворительный фонд ЕРДМ? Генеральный консул Турции в Казани и представители вуза Узбекистана побывали в Казанском университете. В КФУ по базе данных создали программу, которая может заменить книгу с реакциями. Казанский федеральный университет подписал соглашение с благотворительным фондом ЕРДМ. Как будет развиваться взаимодействие, расскажем в нашем сюжете. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подписал соглашение с исламским благотворительным фондом ЕРДМ. Документ подписан в присутствии проректоров КФУ и предполагает начало совместной работы по организации курсов дополнительной подготовки воспитанникам фонда. Мы будем проводить переподготовку специалистов, которые востребованы фондом. И третий момент – это наши студенты социально-педагогического блока смогут проходить практику и, наверное, могут работать с позволением руководства фондов в качестве волонтеров. И, может быть, из них тоже получатся люди, которые со временем создадут эти фонды и будут оказывать содействие. В рамках соглашения будут созданы дистанционные образовательные программы для подготовки специалистов в различных сферах деятельности и курса повышения квалификации. Люди, которые проходят у нас реабилитацию, у них появилась возможность получить дополнительное образование, повысить свою квалификацию. Также я хочу вас пригласить посетить наш фонд. У нас до 30 июля проходит реабилитация для слепых. Казанский федеральный университет продолжает нарабатывать новые пути сотрудничества. КФУ посетили генеральный консул Турции в Казани и представители вуза Узбекистана. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина. 19 июля ректор Казанского федерального университета провел встречу с генеральным консулом Турции в Казани Ахметом Садык-Даганом. Это стало первым визитом консула в КФУ. Участие во встрече также принял проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Гостью университета впечатлило сотрудничество с Турцией, ведь с 1990 года турецкое направление одно из приоритетных. КФУ взаимодействует с девятью вузами из Турции и национальной турецкой обсерваторией Тюбитак. Сотрудничество ведется как на уровне науки, так и образования. У нас сложились добрые рабочие отношения. Есть формальные, поскольку за этот период подготовлено достаточно большое количество совместных вузов. Что является итогом совместных научных исследований. У нас 300 сегодня в разных предметных областях. По завершении визита стороны обменялись надеждами на дальнейшее сотрудничество КФУ с вузами, научными центрами и коммерческими компаниями Турции. Позже Ильшат Гафуров встретился с делегацией Самаркандского института экономики и сервиса во главе с ректором Мухиддином Пулатовым. До этой встречи директор Института управления экономики и финансов Наиля Багауддинова презентовала делегации КФУ программы своего института. В январе 2018 года между вузами был подписан меморандум о взаимопонимании. Сейчас сотрудничество переходит в активную фазу. В личной беседе директоры обменялись мнениями о наиболее перспективных формах сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в развитии совместных образовательных программ. Артем Тепичкин, Ленардо Валетеров, Владимир Нелюбин, Универньюс. Всем, кто хочет освоить язык Джава, но боится или не знает, с чего начать, нужно скорее записываться на смену летнего лагеря Джава Штурм. Высшая школа ИТИ с Казанского федерального университета приглашает всех, кто хочет весело и интересно, а главное с пользой провести свое время. Высшая школа ИТИ с Казанского федерального университета открывает набор на вторую смену летнего лагеря Джава Штурм. Здесь ребята смогут изучить основы разработки на Джава, написать свое приложение, пообщаться с ребятами и узнать много нового. И лагерь он делится на четыре даже части, чтобы было движение, чтобы и образование было, и развитие. Они изучают язык Джава, с самых азов им преподается. Конечно, для ребят это сложно, но очень интересно, потому что в результате обучения они делились на команды, защищали свои проекты. Все занятия будут проходить с понедельника по пятницу в Казанском федеральном университете. В прошлую смену ребятам так понравилось изучение, что они готовы были заниматься даже в выходные дни. Всех участников смены ждут интересные занятия по 3D-моделированию, где они смогут создать свою модель и распечатать ее на 3D-принтере. А в свободное время они посетят увлекательные экскурсии. У них развивающая программа, мы устраивали экскурсии в ЭТИ-парк, в Казанский Кремль была очень интересная экскурсия. Экскурсия в нашу высшую школу ИТИС, они ознакомились с роботами, которые у нас есть. В наши музеи университетские. Отдельное внимание уделяется и развивающим играм, где ребята смогут не только отдохнуть, но и с пользой провести время. В плане работы с КФУ это был наш первый опыт. И мы очень рады, что у нас был такой большой успех. Потому что программа, которую мы осуществляем, это же, конечно, не просто игры. Это сложная психологическая программа по самоанализу, по выявлению сильных сторон. И ребята здесь добились действительно серьезных результатов. Смена будет проходить с 13 по 24 августа 2018 года. Высшая школа ИТИС КФУ приглашает всех желающих в возрасте с 12 до 17 лет. А по окончании обучения будет выдан сертификат Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Системы искусственного интеллекта и технологии машинного обучения постепенно проникают во все сферы нашей жизни. Где-то, например, в поисковых сервисах или рекомендательных системах интернет-магазинов их присутствие стало для нас привычным. Не исключение и такая сфера, как химия. О том, насколько программа может заменить химика, смотри далее. Искусственный интеллект в последнее время привлекает все больше внимания. Если верить Биллу Гейтсу, из всех современных инноваций именно это имеет наибольший потенциал изменить нашу жизнь. Сделать ее более продуктивной, эффективной и вообще легкой. Ученые химического института имени Бутлера ВКФУ создали программу, которая успешно может заменить книгу «Защитная группа в органическом синтезе». И эта книга некая такая квинтэссенция знаний о этой области химии. И мы задались вопросом, насколько данные, написанные в этой книге, соответствуют тому, что от тому обширному экспериментальному материалу, накопленному в химии до настоящего времени. Данные программы имеют уникальную особенность. Она может полностью сама произвести анализ вне зависимости от вмешательства человека, экспертного мнения со стороны, благодаря использованию базы данных реаксис. Это будет гораздо удобнее, чем книга, по той причине, что не только будет сообщено, что, например, эта группа снимается в этих условиях, эта группа не снимается в этих условиях, но также в ней человек может получить доступ ко всем исходным реакциям. То есть увидеть, на основании каких реакций и каких публикаций мы сделали такое заключение. Стоит отметить, что научно-исследовательская лаборатория хемоинформатика и молекулярное моделирование химического института имени Бутлерово-Казанского университета является единственной лабораторией в России, у которой есть доступ к базе данных реаксис. Содержание реаксис представляет собой всесторонний обзор достоверной авторитетной информации по органической, неорганической и органометаллической химии, отобранной экспертами-химиками и журнальных и патентных источников. Мы докладывали на одной из конференций, и это, собственно, заинтересовало эту саму базу данных реаксис. В этом плане являемся единственной лабораторией в России, которая имеет такой особый доступ к этой базе. И наш Казанский университет единственный университет России, который входит в эту так называемую реаксис R&D коллаборейшн. Самое удивительное то, что по итогам сравнения программы, написанной учеными Казанского университета и книги защитной группы в органическом синтезе, процент совпадения составил всего лишь 12%. И в 3% случаев программа дала другой вариант ответа. Оставшиеся там 80 примерно процентов случаев, 85% случаев, это были случаи, в которых выводы из книги недостаточно подтверждены тем, что есть в базах данных. То есть, либо данных очень мало, либо данных, на основе которых могло быть принято такое решение, вообще нет. Более чем 80% заключений, которые были сделаны в этой книге, которые используются химиками, не подтверждаются экспериментальным материалом, существующим до настоящего времени. Искусственный интеллект сейчас — это возможность компьютерных программ и систем самостоятельно находить способы решения задач, уметь делать выводы и принимать решения. Период появления искусственного интеллекта в нашей жизни сейчас похож на момент создания электричества, которое в ближайшее время, возможно, произойдет всех нас. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока-пока.